Дорогие зрители, я вас приветствую на своем канале. Посмотрите, какой прекрасный вид. Сегодня не будет подбора авто, а будет краткий обзор про интересный автомобиль. Или про то, как клиент чуть не попал на бабки. Но если честно, никто никуда не попадал, и это просто шутка. Итак, сегодня я вам покажу. Встречайте, новая Nissan Sirena. Почему я так назвал это видео? Потому что это 20-й год. По Японии бьется как месяц апрель, и, соответственно, это идет непроходной год. В общем, таможня на автомобиле Космос. Но благодаря слаженной работе мы автомобиль завезли проходным. Пробили нормально. Нормально, повторюсь, пробили по японским каталогам с японскими партнерами. И он оказался 20-й год, 15 марта, 3-й месяц. Но на этом история не закончилась. Благодаря всем участникам процесса, то есть нам и нашим японским партнерам, мы решили везти автомобиль во Владивосток. В общем, друзья, буду краток. 15 марта, 15 марта авто разгрузили, а 16 марта подали документы. И этот авто растаможился проходным. Вот такую вот ювелирную работу мы провели. Стоимость автомобиля, забегая вперед, скажу, 2 миллиона 226 тысяч рублей. Если мне не изменяет память. Такое авто, он единственный в России. Я имею в виду единственный в России целый 20-й год, 3-й месяц, 15-е число. Работаем индивидуально с каждым клиентом и стараемся угодить клиенту, чтобы всем было хорошо. Ну, естественно, клиенту. Значит, что можно было сделать в таком случае? Купить автомобиль, просто забудь про него. И пускай он там стоит в Японии, пока он не станет проходным. Там платим за то, платим за это. Можно было просто не смотреть такой автомобиль, а смотреть именно проходные года. Но не факт, что мы купили бы такой автомобиль в таком состоянии. А вы сейчас удивитесь, в каком он состоянии. Вот мы это дело так не оставили. Все подробненько узнали, пробили, согласовали и завезли автомобиль проходным. Субтитры сделал DimaTorzok Перед нами Nissan Sirena 2020 года выпуска. И в 2020 году этот автомобиль остался без рестайла. А этот рестайл от 2019 года. Изменения наиболее заметны в комплектации Highway Star. И она сейчас находится перед нами. Сирена получила новую оригинальную решетку радиатора, которая доходит до нижнего возразговорника. И имеет черно-хромированное оформление. Стандартное оформление включен в богатый набор систем, влияющих на безопасность. Это усовершенствованная адаптивная система управления дальним светом со светодиодными фарами и модернизированный комплекс ProPilot. На этом автомобиле установлена двухлитровая модель двигателя S-Gybrid. Также есть моторы, заимствованные у модели Note Hybrid 1.2 e-Power. Nissan представляет собой уютный, роскошный минивэн внутри с тремя рядами сидений, обшитых высококачественными материалами разной фактуры и цвета, включающую также кожу. Собственно, как в нашем варианте. В простых модификациях минивэна использована силовая установка системы Smart Simple Hybrid. Максимальная мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил, показатели электротяги 1,9 кВт. Сирены имеют полностью независимую подвеску в полноприводных версиях, а в переднеприводных сзади установлена полузависимая балка. В новом поколении улучшилась комфортность хода, снизился уровень шума. Рулевой механизм с электроусилителем делает вождение более легким. Спереди и сзади установлены дисковые тормоза, а стояночный тормоз электронного типа с функцией автоматического удержания автомобиля, например, во время краткосрочных остановок. В серийное оборудование рестайлинговой версии Nissan Serena в 27 кузове входит видеокамера кругового обзора, светодиодный ближний свет, система предотвращения ДТП с распознаванием пешеходов, мониторинг слепых зон при движении задним ходом. Комплекс ProPilot обеспечивает полуавтономное вождение в пределах полосы. Автомобиль может быть оборудован цифровым салонным зеркалом Smart Room Mirror. В данной версии установлены легкосплавные диски на 16, размер резины 195, 60 на 16. Резина 2020 года выпуска. В заднем и переднем бампере у нас установлены сонары. Шильда Highway Star, надпись S-Gybrid. Также очень удобная функция, открывается заднее стекло. Можем подойти и, грубо говоря, накидать сюда все, что угодно. В данном автомобиле реализована функция бесключевого доступа и, естественно, это автоматические электродвери. Плавно переместились на место водителя. Итак, что мы имеем? Собственно, салон. Кожаный салон. Сирену с таким салоном я встречаю первый раз. Обратите внимание, какого плана здесь кожа. Она наш идет перфорированная. Дальше, друзья, значит, водительское место сидеть очень удобно, очень комфортно. То есть я не чувствую какого-то стеснения. Даже человек крупный, там, два раза, не знаю, крупнее меня, будет чувствовать себя здесь очень-очень удобно. Итак, значит, с левой стороны у нас есть подлокотник. То есть для меня подлокотник на месте водителя – это очень такая, скажем, важная функция. При езде здесь нас встречает кожаное рулевое колесо. Руль такой необычной, непривычной формы, но очень-очный, очень удобный. Итак, с левой стороны находятся кнопки переключения музыкой, управления музыкой. С правой стороны находятся кнопки управления, система ProPilot и круиз-контролем. Руль регулируется по вылету. Пробег 6000 на машине, оно новое все, оно еще даже до конца не расхоженное. Руль регулируется у нас по вылету, естественно, руль регулируется по высоте. Ставим его. Кнопка запуска двигателя находится с левой стороны в районе селектора переключения передач. С правой стороны реализованы кнопки открывания электродверей и кнопка отключения системы iStop. Кстати, S-Gibrid, многие думают, что это полноценный гибрид, то есть сирена полноценный гибрид. Друзья мои, это не так. Если объяснить в двух словах, система S-Gibrid это усовершенствованная система iStop. С правой стороны стандартная ситуация находится кнопки складывания зеркал, кнопки регулировки зеркал и кнопки управления стеклоподъемниками. Также под правой дуйкой у нас регулируется подсветка и трип, то есть управление спидометром. Далее, значит, с левой стороны у нас кнопочка эко-режим. Кнопка запуска, как я уже сказал, находится с левой стороны. Запускаем автомобиль. Селектор передач очень удобный, то есть у меня, знаете, у меня нет такого, что я тянусь там куда-то, что мне неудобно. Молодцы! Молодцы инженеры, продумали. Также с левой стороны вторая печка и регулировка климат-контроля. Огромная, просто огромная, огромнейшая магнитола. К сожалению, данный автомобиль пришел без SD-карты, поэтому магнитофон функционирует не полностью, но все это решаемо. Также под огромной магнитолой кнопка включения камер кругового обзора. Далее, друзья, сам спидометр, торпеда, да, и цифровой дисплей реализован тоже очень удобно. Вот, как бы смотришь прямо, но все равно есть такое небольшое, некое смещение влево. У Nissan я замечал такую фишку, особенно на X-Trail находится все посередине, но, тем не менее, это очень удобно. Огромная приборка, все читается четко и ясно и доступно. Дальше, сидение водителя регулируется у нас по высоте, так называемый лифт сидений. Естественно, оно ездит вперед, то есть назад, вперед. И, конечно же, у нас регулируется спинка. Так, ну, что вам еще здесь показать? Отделка салона, она действительно качественная. Вот возьмем с вами, ну, ладно, бог с ним, с ноутом сравнивать не будем, но мне нравится. Мне очень нравится отделка салона. Снизу находится под селектором переключения передач. Вот такой вот, пускай это будет бардачок. Нет, бардачок это не будет. Это будет таких два подстаканника. Подстаканниками находится розетка на 12 вольт. Также, с левой стороны, вот здесь имеется такая вот углубленная, углубленная ниша. Сверху у нас имеется верхний бардачок. И очень хорошо то, что в бардачке у нас реализована функция зарядки гаджета. То есть, есть USB-вход. Крыша высокая, поверьте, головой здесь биться точно не будете. Включение и отключение подсветки. Подсветка идет диодная. Ну, и, конечно же, солнцезащитные козырьки. Зеркало. Вот только подсветочки, подсветочки на зеркале, к сожалению, нет. Второй ряд сидений. Второй ряд сидений, как видите, здесь он идет и диваном. Можно сделать два капитанских кресла. Чтобы сделать два капитанских кресла, центральную панель. Достаточно это двинуть вперед. Получаем два капитанских кресла. Так, регулировки сидений у нас ездят вперед-назад. Рычаг находится слева от сидения. Регулируется спинка. Угол наклона спинки. Также обратите внимание, сидения что с левой стороны, что с правой стороны. Мы можем двигать вправо и влево. Вот таким вот образом. Доступ на третий ряд сидений осуществляется через второй. Очень удобная функция электродверь. Итак, наверное, я дверцу приоткрою, чтобы солнечный свет попадал. По расстоянию места очень много. Здесь нас встречает вот такой вот столик. Указано 3 килограмма. Пожалуйста, столик. Два подстаканника. Зачем-то два. Догадайтесь, зачем. Раз, сложили. Также обратите внимание, реализовано два кармашка с двумя отсеками в спинке каждого сидения. И опять же, возвращаемся. Очень удобная функция USB-вход для зарядки вашего гаджета. Собственно, как я и говорил, вот эта консоль двигается. Вы можете двигать ее с передней части. Можете потянуть рычаг и двигать ее с этой стороны. Тем самым получаете подлокотник, небольшой столик и еще и бардачок. Сейчас нам это не понадобится. Отодвигаем. Дальше. Включение подсветки, дуйки, управление второй печкой. В стойках идут айрбэги. Что с левой стороны, что с правой стороны. Дверная карта идет пластик. Пластик. Есть у нас подстаканник. Стеклоподъемники идут автоматически. Также шторки. Место тонировки. Как видите, на третий ряд сидений можно пройти через второй, не откидывая сидения. По месту места очень много. Места хватает. Тем более, дополнительная функция, да, это регулировка сидения вперед-назад и регулировка спинки по углу наклона. Вкратце вам рассказал про тактико-технические данные автомобиля. Теперь давайте уже посмотрим. Поговорим, скажем так, своими словами. Согласитесь, шикарный внешний вид. Просто шикарный. Другая решетка. Другие туманки. Есть сонары. Круговой обзор. 20-й год. Новый автомобиль. По бокам идут расширители. Это свойственно комплектации Highway Star. Хромированные ручки. Бесключевой доступ. Повторители. Слепые зоны. Это полноразмерный микроавтобус. Сзади, посмотрите, на бампере какие черные вставочки идут. Обратите внимание на стопари. Спойлер. Вот Nissan, Nissan, они все-таки молодцы. А еще мне очень нравится то, что лючок бензобака находится с правой стороны. Стопари. Highway Star. Монстр какой-то завелся сзади нас там. Камера заднего вида есть. Багажное отделение. Ниша. На третий ряд сидений можно установить подголовник. Прячется он вот здесь. В общем, вот таким вот образом он уставится. Домкрант находится с правой стороны. Значит, как здесь складываются сидения. Кстати, спинки третьего ряда. Они регулируются по углу наклона. Откинули спинку. Потянули за рычаг. Ножку сюда. Смотрите, специальный кармашек для крепления. Фиксатор затянули. Ну, конечно, не движением одной руки. Но сделать это можно. Получили огромный багажник. Кстати, есть столики. Представляете? Третий ряд сидений. Есть столики. Я уже дальше зафиксирую. Просто огромное багажное отделение. И хочу отметить, что немаловажно именно для пассажиров, которые будут находиться на третьем ряду сидений, посмотрите, какой обзор. То есть, не просто какое-то маленькое окошечко, да, а практически полноценное окно. Данный автомобиль пришел с двумя регистраторами. Флешки вытаскивают. Задний регистратор. Также установлен регистратор на лобовом стекле. Это все мы придумали. Электродверь. Заднюю. Собственно, как я и говорил, сидение двигается что с правой, что с левой стороны. Показываю номер кузова для тех, кто не верит. А такие есть на канале. Дверная карта. Есть небольшая тканевая вставка. Вот, собственно, о чем я и говорил. Консоль подвинули вперед. Получили столик, бардачок, подлокотник. Все, что угодно, ребят. Регистратор. Магнитола Nissan. Вот так вам еще хочу снять, показать. Так, с правой стороны с Японии пришел драйв-рекордер. Не знаю, что это такое. Можно будет поразбираться. Магнитола Nissan сказал. Широченное лобовое стекло. И также дополнительные стекла с левой и с правой стороны. Привет, привет. Для более лучшего обзора. Я уже говорил, что нет SD-карты. Магнитофон функционирует не полностью. Камера заднего вида работает. Также камеры кругового обзора работают. Камеры кругового обзора можно включить с кнопки. Включаем. То есть здесь у нас есть и задняя траектория. Нет, это передняя. То есть в данный момент, вот это вот на большом дисплее, это передняя камера. Также мы можем с вами пощелкать. Смотрите, какая интересная функция. То есть при приближении автоматически включаются сонары и включается камера. Вот стоит мой автомобиль. Я начинаю движение. Запищал правый сонар. Сработала система кругового обзора. То есть препятствие пропадает, сонар перестает пищать. Естественно, есть камера. Не камера, а траектория на задней камере. Опять мы слышим то, что запищали сонары. В том числе дубрируются и на этот монитор. Почтавтомобиль у нас идет бальный. Оценка 4,5 балла. Если честно, я не знаю, почему дали оценку 4,5 балла. Здесь можно ставить новый автомобиль. 4,5 балла. Пробег 6000 на автомобиле. Вот такой вот сегодня получился краткий мини-обзорчик про новый автомобиль. На этой ночи я хочу заканчивать. Вот. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, кто написал комментарий. Всем хороших автомобилей, ребят. Всем пока. Всем пока.